Добрый день, меня зовут Пазанова Елена Александровна, я доцент кафедры коммерции и инжиниринг бизнес-процессов Института развития бизнеса и стратегии Саратовского государственного технического университета. И сегодня я хочу вам рассказать об истории развития логистики от древнейших времен и до современности. Но прежде чем рассказывать об истории, я хочу вообще рассказать, что же такое логистика. Поскольку если спросить людей, никак не с ней не связанных, а что же это собственно такое, то часть из них ответит, что это какая-то наука, но они не знают, чем она занимается, часть скажут, что это как-то связано с транспортом, а другая часть затруднится ответить. Но большая часть из них сойдется на том, что раньше логистики не было и появилась она совсем недавно. Давайте посмотрим, что же такое логистика и как давно она появилась. Логистика. Существует очень много разных понятий, как можно описать логистику. Самая базовая – это логистика, наука по управлению и оптимизации потоками. Вроде бы простое определение, но что же такое потоки? А потоки – это базовые понятия логистики. Всего существует три основных потока – материальный, информационный и финансовый. Материальный поток – это любые материальные ресурсы, которые движутся от места производства до места их потребления. То есть это сырье, материалы, полуфабрикаты и готовая продукция. Информационный поток – это любая информация, которая нужна для того, чтобы организовать и управлять материальным потоком. То есть это различные приказы, распоряжения, это могут быть информация о заказе, о количестве товара и разная другая информация. Ну и, наконец, финансовый поток – это любые финансовые ресурсы, которые нужны для того, чтобы материальный и информационный поток двигались в нужном направлении. То есть это авансовые платежи, платежи по договорам, налоги, страхования и другие финансы. Теперь, зная, что такое потоки, мы можем сказать, что логистика – это наука, которая занимается оптимизацией и управлением движения материальными ресурсами, информацией и финансами. Теперь, когда мы знаем, что такое логистика, мы можем перейти к тому, чтобы понять, когда же она возникла, так ли недавно, как многие говорят. На самом деле логистика используется человечеством уже тысячелетиями. Везде, где нужно проложить путь, доставить какой-то груз или даже организовать какую-то деятельность, мы используем логистику. Даже когда мы что-то делаем, связанное с производством, это тоже будет логистика. Со снабжением, с закупками – это все будет логистика. Если мы рассмотрим какой-то исторический пример, то доставка туши мамонта до пещеры на самом деле осуществлялась со всеми логистическими правилами, хотя слово «логистика» тогда даже не существовало. А слово «логистика» на самом деле появилось в Древней Греции, так же, как и многое другое. И там она означала искусство вычисления. И этим искусством активно пользовались в торговле и в военном деле. Принципы закупочной логистики использовались ремесленниками и цеховыми мастерами для того, чтобы закупить нужный товар для своей деятельности. Нужно было решить, у кого закупать, в какого качества, в каком количестве. Основы производственной логистики, нужные для того, чтобы оптимизировать и управлять материальными и информационными потоками, уже применялись в Древней Египте для того, чтобы построить пирамиды в пустыне силами сотен тысяч людей. Без них просто это не могло бы быть настолько успешно. Транспортная логистика и ее принципы использовались купцами разных времен стран. Это были греческие купцы, голландские, русские, венецианские, купцы Гонзейского союза. И различные путешественники, которые открывали новые торговые пути. Марко Поло, Васко де Гамо, Христофор Колумб и другие. Ну и, конец, не стоит забывать о логистике сбыта. То есть торговцы уже тогда решали такие вопросы, что продавать, кому продавать, как лучше это делать самим или через посредника, где это лучше делать, в собственной лавке, на рынке или на ярмарке. Эти вопросы решались уже на протяжении многих тысячелетий. Но несмотря на то, что в торговом деле логистика активно использовалась, наибольшее развитие пришлось на военное дело. Именно в снабжении армии и в войнах логистика развивалась в наибольшей степени. Именно от успехов логистики, применения на поле боя и в обеспечении обозной жизни проявлялось искусство полководства. Так, например, Александр Македонский при совершении своего знаменитого похода в Азию требовалось каждый день не менее 100 тысяч тонн продовольствия. Это обеспечилось, конечно, и запасами в самом обозе, и фуражерами, которые ехали за ним, и даже торговцами, которые ехали рядом с обозом и продавали все необходимое солдатам. Но самое важное было в том, что, продвигаясь по мере завоевания территории, он оставлял за собой царские склады, с которых очень быстро можно было доставить нужную продукт или продовольствие до действующей армии. Таким образом, за счет применения успешной логистики, Александр Македонский смог создать огромную империю. Другой пример великого полководства – это Наполеон Бонапарт, который выигрывал многие зарубежные сражения, вел множество войн и успешно их вел, но потерпел поражение в Отечественной войне 1812 года как раз из-за плохой логистики снабжения. Дело в том, что Наполеон готовился к краткой войне, и поэтому он разместил свои склады продовольствия далеко от армии. Армия была вынуждена заниматься форажировкой, но за счет того, что огромные расстояния, за счет того, что земли были малонаселенными, местные жители были настроены очень агрессивно, а русская армия применяла стратегию выжженной земли, форажировка приносила очень мало продовольствия, в армии начался голод, дисциплина упала, и таким образом великая французская армия была вынуждена отступить. Эти два примера показывают, как два великих полководства только из-за правильного или не очень использования логистики смогли достичь абсолютно противоположных результатов. Самое, пожалуй, значительное развитие логистика получила во время Первой и Второй мировой войны. В это время за счет огромного количества людей, вовлеченных в военные действия, за счет огромной географии сражений и участия практически всех государств в этих войнах, нужно было применять логистические принципы, строить логистические системы и модели. Только за счет этого можно было обеспечить нормальное обеспечение армии тыла. Если говорить про Советский Союз, то основная нагрузка пришлась на железнодорожный транспорт. Железнодорожный транспорт и железнодорожные склады нужны были для отправки военных и техники на фронт, для доставки раненых в тыл, для перевозки и эвакуации гражданских людей и даже целых заводов в отдаленные районы местности. Когда Вторая мировая война была закончена, огромное количество людей оказались обладателями уникального опыта применения логистики на практике. И после этого логистика наконец-то пришла из военного дела, прочно обосновалась в бизнесе и кроме этого получила научные основы. Таким образом, наука логистика, можно сказать, что зародилась в 50-е годы XX века на Западе, ну а в России по понятным причинам в 90-е годы. Сейчас логистика решает огромное количество вопросов. Что нужно закупать? В каком количестве? Как часто? Как выбрать поставщика? Как сделать так, чтобы производство никогда не простаивало без нужного сырья и материала? Как обеспечить подразделения необходимыми заданиями и обеспечить между ними нужные связи и сделать так, чтобы они действовали во благо единой цели, а не каждый тянул одеяло на себя? Как лучше хранить какие-то товары и сырье на складе? Какая система складирования должна быть? Как лучше находить этот товар, чтобы не надо было потратить много времени на его поиск? Как обеспечить доставку груза до покупателя? Нужно ли продавать товар только своими силами или привлекать посредников? Если привлекать, то каких именно? Каким транспортом пользоваться? Какой вид транспорта будет лучше? Как составить лучший маршрут, чтобы он был максимально эффективный и позволял достичь максимального коэффициента использования пробега? Эти и очень многие вопросы сейчас решает современная логистика. Таким образом, мы с вами рассмотрели, что же такое логистика. Мы увидели, что ее история простирается в глубину веков. Но, несмотря на это, нужно понять, что общество и экономика меняются. Научно-технический прогресс, информатизация и глобализация дают нам новые возможности, но при этом ставят перед нами новые задачи. И таким образом, несмотря на то, что принципы логистики применяются уже много веков, если не тысячелетий, все равно у нас есть огромное количество возможностей для того, чтобы развивать и совершенствовать науку-логистику и сегодня. Спасибо. Спасибо.